Тебя не узнать. Да, ты, мне кажется, меняешься прям каждый раз. Когда я тебя последний раз видела, ты другая была. Да, не говори, меня тут муж три дня вообще просто красил. Блин, каждую прядку вычищал. Там столько вычищать, у меня просто пигмент такой желтый. Это вообще невозможно. У меня там платиновую блондинку вообще так классно. Вообще кайфую просто. Ну, тут сейчас еще такой свет желтый от лампочки. Я вообще беленькая. Беленькая, не знаю, очень классно. Мне очень нравится. Он перетонировал меня немножко, ну, такой в серый. Он перетонировал в платину. Ну, как бы, я говорю, давай немножко это, чуть-чуть сельниково. Он говорит, ну, так, через пару недель. Чуть-чуть. Хорошо. Ну, или знаешь... Два часа сейчас, и уже в комфейс заплетается. Короче, не говори, ты смотрела, да? Да, я чуть-чуть захватила. У меня просто тоже был эфир, поэтому я потом увидела. Я захожу, смотрю, у тебя прямой эфир. Я думаю, блин, у меня прямой эфир сейчас. Начинаю вещать, выхожу уже со своего примера, прямого эфира. Смотрю, ты дальше вещаешь. Думаю, ё-моё! Но я присоединилась и смотрю там в ГТВ это видео. Я уже посмотрела, полайкала, короче, и думаю, надо будет посмотреть полностью. Не видела его полностью. Чуть-чуть захватила. Я думаю, господи, сколько в тебе энергии? Как ты можешь так вещать на постоянке, а? Смотри меня полностью. Смотри меня полностью, да-да. Помнишь этот прикол? Да-да-да. Нелли, я хотела у тебя спросить по последнему посту. Вот я смотрю, его выложила, тоже у себя там зарепостила, про отношения. Вот хотела у тебя поспрашивать прям про влюблённость, про твоего мужа. Вот как у вас всё это произошло? Я знаю, что ты это много раз рассказывала. Ну, хочу ещё раз прям. Ну, нормально, блин, заслужала меня просто. Заслужала? Всем привет, кто присоединился. А что именно? Как вы познакомились или что? Да, вот как познакомились, как произошла... Как вы познакомились, как произошла эта встреча, как вот это произошла влюблённость? Интересно. 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 Да, ну на самом деле, на самом деле, у меня не было отношений 7 лет. Ого. До этого, да. Я была очень влюблена в одного парня, с которым мы 3 года так любили сильно, но потом мы поссорились из-за какой-то маленькой фигни. Мелочи. Да, вообще мелочи. И друг друга они поняли, и обстоятельства складывались вот таким образом, ну чтобы вообще добить нас друг дружки, случайным, не случайным образом. Когда я, ну, съехал, типа, вид показать из квартиры. Ну, типа, обиделся на меня, знал, что мы там сойдёмся обратно. И я на следующий день встаю с подружкой в центре города. Муж отош... А, она отошла, а её муж рядом со мной. И тут, ну, как бы, вот парень проезжает. И он видит меня с другим мужиком. И он мне пишет, а ты, сука, это милая. Я ему говорю, да, это милая. На следующий день я иду, там, на склад ездила, там, хочу там забирать, и встречаю одноклассника, которого не видела. Ну, реально, блин, дед Сим, наверное. Он такой, ну, яка, привет. И проезжает, мой, на машине. Больше. Капец. И он мне вечером пишет, а, сука, бля, 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 бля. Случайность. На следующий день мне друг говорит, чё так тебе там плохо, да, поехали, покатаемся на машине. Ну, тут уже, как бы, специально, да. Я еду в центр кататься на машине, но друг, который женат, у которого дети, бля, чё меня толкнуло вообще поехать. Мы просто покатались, часик в центре, кофе попили, он рассказал о своих проблемах, о своих, ну, всё, и он повез мне домой. Муж проезжает, муж уже, муж проезжает. Такая больная, вся эта печальность. Он меня вот так кулаком погрозил. Ну, всё, и, короче, он сказал больше, что я ведь не хочу, и я улетела в Канчатку. То есть мне было настолько плохо, что я с ним каждый день сталкивалась где-нибудь в город маленький, и я просто по Капу говорю, поехали. И всё. После этого не складывались никогда отношения, потому что он был настолько идеальный вообще во всём, что я думала, что таких больше не существует. Я думала, я думала, я всех мужиков не отделяла дурындами и вообще недалёкими и так далее, и вот таких крутых больше нет. Я знала, я наделила вот этим своим знанием, заранее себе определила дорожку. Да, да, да. И говорила в дорожке, что все мужики козлы. Мне попадались, если козлы, ну, там, максимум, там, раз в полгода на день какие-то отношения встретились в кафе, он козёл, фу, пошла дальше. Короче, вообще, ну, никак. И тут в какой-то момент я такая думаю, блин, ну, я так хочу любви этой, что делать? И попадаю в Долматову случайно через два дня после вот этого. Да, и про это уже многие слышали, что я у Чермена там с оттого была на мероприятии этих бизнесменов. Да, да, да. Чермен выходит, и вот с такими глазами, я, говорит, был там сейчас в Черноборе, и там, так, классно, там, круто. Ну, ничего объяснить, там, ни слуха, ни слюни, ни эмоций, такой, а, говорит, а я научилась любить. И Лана, девочка, блин, я тебя так люблю, ты вообще просто спасительница моя. Каждый человек такой учитель, надо, главное, слышать. Я на следующий день должна была в Европу уехать, и я такая, говорю, отменяй, деньги мне ничего не возвращают, мне вообще копик, я еду в Черногорию, мне дают телефон Лене, а ты не ту, я ей пишу, короче, Лена мне такая, Нелли, приезжай, у нас курс через два дня, мы набираем новую группу, то есть этот курс первый был, с Черменом, группой Ланы, вот, а я попала на второй курс вообще, который вообще просто был, вот, они придумали университет, вот, второй курс. Я тут же покупаю билеты на следующий день, уже утром не выспавшись, нифига, после этой тусни с Черменом утром приезжаю домой, домой, в аэропорт, я думаю, мой дом это везде, вообще, я приезжаю, и, ну, понятно, мы там в сущности гоняли программу, трансформировали, но вот всё, что я вынесла оттуда и поняла, и сейчас использую, это то, что причина вам не будет. И всё, вот это меня зацепило. Всё остальное, там, я так программы сейчас не использую, как они, ну, трансформируют меня, там, в сущности я не гоняю, это вообще их надо долюбивать, никому отправлять не надо. Ну, короче, настолько вдохновили там люди, что я причина всего в своём мире, что, блин, вот это у меня отложилось. Благодарю прям всех, кто на пути дал вот этот посыл и благодарю того мужика, с которым я осталась, за то, что я уехала оттуда, не могла ни с кем строить отношения, и все были мудаки, и я нашла причину в семье, боже мой, вот всех благодарю, каждого, кто, каждый просто вот, который встречался, да, они просто привели меня. Вся цепочка, да, эта? Эта цепочка просто великолепная, вообще волшебная, да, да, да. Ну и чё, ну, короче, я там тусю с ними, общаюсь, кайфую, мы там трансформируем программу, кайфуем, и что-то мне взбрендило, я написала желание, будьте свои желания люди. Так, 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 поподробнее с этого момента, да, да, да. У меня был, всегда были, есть и будут тетрадки с моими желаниями, я их пишу, чтобы их не желать, там, просто посмотреть, что я хочу, у нас здесь сейчас, ну и все. Вот, а потом через год, через два смотрю, там, исполненные, читаю и еще, короче, становится. Вот, у меня было желание побыть на необитаемом острове. А потом у меня было желание, я как раз посмотрела, случайным образом телек нашла, которого не видела там в 2000-х годах, вообще, я на телевизор не смотрю. Короче, увидела передачу, где наши русские миллионеры идут в бомжаре в какой-то город, выживают, и все, кто им помогал, потом отдаривают подарками, машинами, домами, блин, забыла, что-то, проект такой, ну, что-то посмотрела пару серий, я такая, блин, я хочу выживать, просто выживать. И мне пишет парень, такой, говорит, Нелли, поехали со мной на необитаемый остров выживать. Это типа последнего героя, но последний герой, этот проект, который, ну, на телевидении, там, обдуманная съемочная площадка, там, за кулисами, а там они там играют, а здесь мы будем выживать. Там будет трэш, кипец, и вот на грани жизни и смерти. Поехали. Я говорю, конечно, поехали. Я такая, она трансформированная была у меня в состоянии. Как раз. Я думаю, я хочу еще глубже себя познать, когда я лишу себя, там, на полпу недели телефона, интернета, когда у меня не будут зубные пасы, зубные щетки, и будет одежда только, которая на мне, и ничего не будет, ни еды, это не детальный остров на мальдивах. Просто трэш, вообще. И я лечу туда. Конечно, это был самый кайф, это самый большой комфорт в моей жизни, в дискомфорте. Короче, это самый лучший дискомфорт в моей жизни, потому что это был самый комфортный период моему времени, который только может быть. И я настолько была наполнена на этом шаблоны, шаблоны. Уже новые слова. То есть изобилие своего собственного, да, вот ты не понимала, насколько кайф, да? Когда мы пили воду, которой нету, мы собирали ее со старых бутылок, там, росу собирали, чего только не делали, не придумывали. Мы соленую воду кипятили, поймали рыбу, эту рыбу. Это лучшая лука в мире, которая вообще возможна. Я на пальмовых листьях спала, по шее в воде вот так лежала. Капец. Была потому, что ливни были несколько дней, мы с острова на остров перекочевывали, чтобы не обосновываться в комфортике, там, натаскали себе, халабуду настроили, а нам опять говорят, в план давайте 7 километров, ну, 15. Короче, это было, ну, трэш, реально. Это был, вон, Нелли, я посмотрела, ты настоящий герой, кто-то подпишет. Короче, проект Турбоостров. И вот это вот все так попало, и я поняла, что кроме меня самой мне, на хрен, ничего не надо. Ну, вот я отпустила, я настолько тошно искала и ходила, мучила просто всех и вся, ну, как мне этого мужика получить, ну, как, я программу сформировала, все. Все, что могла, да-да. А после острова, ну, то есть я была не замужем, у меня предпосылок не было ни, вообще никак, я не могла любить, я не понимала, у меня не было любви к себе, я вообще не понимаю, у меня деньги только в глазах были, бизнес, много денег, машины, квартиры, я пять лет жила за границей, каждый месяц в новой стране, вот эти самолеты, бизнес-класс, все, короче. Вся жизнь, ну, любви, ну, ноль, ну, как бы, я так хотела вот этого, я говорю, я все деньги мира отдам, лишь бы, дайте мне. То есть хотелось любви получить от человека, да, от отношений, да? Да, 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 да. Мне уже ничего не нужно, я хочу семью, ну, я прям очень захотела, я поехала на этот остров и поняла, то, что, блин, как мне хорошо просто с собой, я первый раз в жизни с тех пор, вот, когда я улетела в Камчатке, то есть, вот у меня отношения были, ну, нормальные, как любовь и морковь, это вот 2008 год, вот сейчас уже 12 лет уже, да, пришло, и, короче, я реально, какой семь лет, уже 10, получается, там, отношения, если мы с мужем только год или один, короче, у меня уже не помню, да, в 2008 году я рассталась, и у меня были там отношения, ну, они такие, знаешь, там, месяц, и то вообще. Не то, что не хотелось? Вообще даже, да, и входишь на свидание, там, встречаешься, ну, вроде как, нравится, ну, вообще, ну, никак, ну, не то, не мое, и замуж никогда в жизни не пойду, ну, вообще никак. Короче, такие депрессухи были у меня по этому поводу, то есть я ударилась в работу, я компенсировала все вот эти отношения чисто вот работой, работа, 24 на 7 была в работе, я не спала, я не ела, у меня вот такие мешки, как в зале, но я чисто вот только работала, потому что это мне заменяло хоть как-то, ну, существовать, потому что у меня депрессия были постоянно, я очень жуткость. И вот на острове я поняла, потому что было несколько раз, когда я чуть не умерла, там, ну, вообще в жёстких условиях, когда мы там чуть не потонули. Там чё только не было. И, в общем, Оксана, я просто вот на этом острове поняла, что, ну, всё. Я жива, и это, блин, достаточно. И даже всё. Каждый день там, ну, от счастья или несчастья, не знаю, от лишения. Да-да-да. Вот. И тут, короче, нам в конце дня Эд Халилов, который организатор всех вот этих походов, он там на Игреск уходит, сейчас они там были в джунглях, я записалась на проект на Килиманджарову, в Африку, но не поехала, короче. На феврале надо было с ними было ехать, не поехала. Вот. И когда они там в ледниках выживают и в жаре выживают и в пустынях, короче, у него там такой массовый проект. Это Халилов, кому не интересно, мужики, блин, идите к нему, он там, там, да-да-да-да. Вот. Хотя и девчонки там такие же, как я. А он тоже прокачан на тему вот, ну, познания себя, то есть ты себя познаёшь через природу, через вот это всё, оно такое классное, я прямо его обожаю. Он дал нам блокноты и сказал, девочки и мальчики, вы жили вот здесь вот столько времени, всего лишёнными, достигали, там, боролись за еду, голодали, не ели, не пили, короче, все встали на крови, короче, в ужас. А теперь пишите ваши желания. Вот когда вы их напишите, они у вас исполнятся, потому что сейчас вы в таком состоянии находитесь, вы просто не представляете. Все желания, которые я написала, у меня вот недельно-две все исполнили. То есть это была трансформация полностью, да? То есть мало того, что ты в страх пошла, а в свои какие-то шаблоны, в разрывы, да? Там на земле закопанное под землёй лежало. Я плачь 7 часов в открытом океане, в шторм плыла. Я там что только не делала. Это был... Капец. Там пахли, блин, ну реально. Остров на Мальдивах был, да. Потом, когда я проиграла, нас кинули в колодец, на дно колодца, туда вниз лестницу, ну сначала это достали, мы там просидели в колодце, ну там я в игре одной проиграла, и потом нас с закрытыми глазами на этих катерах отвезли на Небитаемый остров. Когда мы глаза открыли, моё желание побыть на Небитаемом острове исполнилось. Небитаемый остров, метров 10 на 10 всего лишь, вокруг вода и ничего, и луна светит. И просто маленький островок. И это, что ночью здесь прилив, и обычно надо спать по колену в воде. И слава богу, дождя не было, и мы, короче, спали. И вот, говорит, я с вами останусь, и все уехали, и вы проигравшие, мы спали. Это была лучшая ночь на планете. Я была на Небитаемом острове, в мультике там даже память не стояла. Это, короче, очень круто было. Ну это вообще трешак прям, это прям треш-трешивает. Да, и я ещё, может быть, на один сезон съезжу с мужем, когда-нибудь, если он смотреет, вот. Но без него у нас же нет, ну, как бы, ну. А он хочет? А он хочет сам? Ну, как бы, он очень неженкая сметанка, у меня такой весь такой, ну, прям моделька вся эта. Красавчик такой, да, да. Так вот, у меня первым желанием было, я хочу посетить Париж, Францию, это, я прилетаю, и мне на следующий день девочка незнакомая спамит в личку, что хотите путешествовать, там, тратата, короче, заходите в мой аккаунт, я зашла к ней, там какой-то, какая-то реклама, там, я думаю, сейчас выключу, и тут, короче, какой-то коммент написан, где какая-то другая девочка незнакомая написала, а я путешествовала с девчонкой, которая живёт во Франции и делает индивидуальные туры на машине, возит, короче. И я такая, нифига себе, события пошли. Я пишу, по Франции как раз, вот мы сейчас через несколько дней улетаем, давай, пиши, звони, вот, стоит 17 тысяч рублей, у меня шок, я беру друга, и мы, короче, так офигенно отдохнули, мы были во Франции, мы были в Бельгии, мы объездили всю Францию, не только в Париже, мы там так офигенно за неделю отдохнули, там, может, 10 дней, вот, ну, билеты за свой счёт, это 17 тысяч рублей, ну, как бы, кушала сама там в ресторанах. Следующий пункт, познакомиться с мужем, я такая думаю, так, в Бельгии побывала, во Франции побывала, с мужем не познакомилась, что делать? Что такое, да, да. Да, и мне приходит реклама Тиндера, скачиваю Тиндер. О! На телефон реклама Тиндера, я в игрушки играю, там, в кубики, просто, ну, тэпли, да, и там, да, 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 смотри, ну, типа, сайт знакомый, я такая, блин, нажимаю автоматически, ну, типа, сбросить, на крестик нажимаю, а потом меня загружает Тиндер, я такая, блин, всё, нормально, загружаем Тиндер, я в потоке, ну, то есть, ничего не не сцепляюсь. Захожу, леснуло тысячу человек, такая, думаю, ну, 17, закрываю, и последний ДМ фотка такая, да, свайпну его, и он тут же меня свайпнул, и мы можем писать, я ему пишу, привет, привет, я говорю, ну, ты чё, единственный, давай хоть пообщаемся, чё, и какие-то, ну, иди, он для меня был тоже никакой, ну, потому что, я же знаю, какой дом, да, 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 я ж всё знаю, он же должен быть такой, да, 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 а он, короче, со своей внешностью, особенно, ну, фотки у него же там вообще вылизаны, там, ну, просто ему надо супер, чтоб стайл был, там, вот, не ввязался с общением, я-то знаю, что красавчики, вот, с такими глазами, там, такие, что они ж просто капец какие, ну, я же знаю, такая потом думаю, ну, блин, понаблюдали. И он говорит, пошли на свидание, я настолько отчаялась, что решила пойти с ним на свидание. Я отчаялась. Думаю, ну, хоть кем-то надо сходить на свидание. И я уже изначально знала, знала, что ничего не получится, ничего не будет. Дальше одного свидания за чашкой кофе в кафе у нас ничего не будет. Я прихожу, и я влюбилась. То есть это он был первый, да, вот, единственный, с которым ты пошла. То есть вот, начала переписываться и пошла. Да, 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 прикольно. Я, когда его увидела, я влюбилась. У Дэна тоже глаза вот такие вот. Мы непонятно о чем рассказывали, ничего не помню. Пили кофе, разговаривали там о пирожных, там, любимое блюдо, там, хрена, блин, о чем вообще. Вот, я не знаю. На второе свидание мы поехали с мамой знакомиться, на третье купили билеты в Таиланд. Ой, не в Таиланд, а куда-то мы поехали отдыхать на Новый год, это было как раз в декабре, мы поехали на Филиппины, нет. Короче, не помню, куда-то мы поехали. Вот, приезжаем с поездки, а у нас день рождения в один день. О, припойно. А мама еще хотела, думала, что сын будет, а не дочка, назвать меня Денисом. У меня еще Денис, короче, совпадение. Вот, и... Ну, я еще такая думаю, так, я влюбилась, эти чувства во мне, переживаю в себе, и у меня каждый день вот этот интерес, 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 интерес. А что такого новенького я еще узнаю, что такое новенький? И он такой неординарный, такой, не такой, как мне нравится. Ну, мне обычно нравятся люди определенных параметров, такие, такие, такие. А он вообще не такой, он противоположный. Если бы мне попался тот, который мне нравится, да, вот, я-то все уже знаю, оно же мне уже понравилось. Оно очень интересно, да. Да, да, да. А тут, короче, вот такие финты выдают, что мне все время интересно. Я вот как раз просто нашла старый, проинтересный. Да себе. Вот. И мы прилетаем, короче, обратно и вспоминаем, что у нас неделя, через неделю день рождения. На следующий день берем билет и опять улетаем. То есть два дня в России побыли, опять улетали, уже в Тайвань. Там мы побыли почти месяц, прилетаем и сразу пошли в ЗАГС. Подали заявление, сразу же. Вот, месяц еле вытерпели. И после ЗАГСа на следующий день на три месяца уехали в путешествие, короче, тоже по всему миру поездили. И вот три месяца или четыре путешествовали, потом приехали и опять уехали в Испанию. Короче, у нас год вообще дома не было. Вот, и всё время какой-то интерес, какие-то новые события и так далее. То есть я сейчас анализирую прошлое, да, что случилось. Я перестала ожидать, я перестала хотеть, да, я просто переживала все эти чувства, которые, ну, я никогда в жизни не переживала. То есть я смирилась со всеми этими лишениями, я попробовала найти кайф в том, что у меня нет матраса, в том, что мне холодно, в том, что мне плохо, в том, что мне калории каждый день уколы, что температура под 40 градусов. Ну, то есть я приехала туда прожить вот это осознанно и найти кайф во всём. Ну, как меня Сергей Долматович, ну, то, что, блин, ну, ищи во всём эту любовь. Я вот на острове проживала и не очень понравилось, вот прям очень. Я увидела, почему это хорошо. Вот эта точка обзора мне там помогала выжить. Я ещё там дикше всем делала, и наша команда прям молодца. Короче, мы первые три дня проигрывали, потому что я ещё не одубляла, где я человек. Потом я включилась и начала трансформацию, трансформировала, трансформировала, короче, мы выигрывали-выигрывали, но в конце у нас там не сделали ничего. Ну, всё было классно вообще. Хотя у нас команда была, короче, умная, башковитая и хиленькая, а другая команда были такие спалые, и все, типа, перетягивание канатов там и так далее, вот этого всего, но нашей команде не хватало. Зато у нас был офигенный парень просто, я его... А, я ещё написала у Сергея Табапова, когда было желание познакомиться с актёром кино. И ты написала именно кино именно того актёра, с которым я хотела познакомиться, и он был в моей команде, я его вся в команду и выбрала. Смотрели фильм «Экипаж»? Да-да-да. И так далее. Там пацанчик молодой был. Угу. Это он. Да, это он. Вот не знаю. Напишите, как его зовут. Его зовут Сергей Табапова. В комментариях. Сергей? Блин, фамилию забыла. Вот это да. У меня из головы выпало. Потом Любятинка была, блогерша моя любимая, но она была в предположенной команде. У нас группа «Грот» была, это вообще парни, это просто которые взрывают мозг на своих трансформационных выступлениях. Но музыканты и группа «Грот», они не очень знаменитые, в Москве постоянно концерты. Блин. Короче, шаманка там у нас была вообще классная, ну, певица там, которая с Гротом тоже часто поет. Блин, у нас там вся публика собралась. Короче, я там единственная не звездная была. Это, короче, звездная команда. Прикольно. И блогеры. Сергей Косенко был с нами. Короче, как он там выживал. Косенко, как у Сергея, знаешь? Да, да, да. Слушай, Нелли, так ты из причины в себе только одна там была, да, вот это в 5D. То есть вся команда вообще разносторонняя, разная, а ты там одна была такая. А как они относились к твоим дикшнам, трансформациям, вот ко всему тому, что ты делаешь? Они так обнутые на всю голову. Не, ну они творческие личности. Они, наверное, тоже понимали, что это одно из направлений творчества, наверное, у Нелли, да? Я не знаю, что они там... Думали, да? Думали, да. Но я так думаю, что меня команда считала вообще на всю больную голову просто по полной программе. Вот, но я как бы там не особо, знаешь, я тихо занималась своими как-то мыслями, ну, в себе больше, во мне не так сильно прям проявлялась. Блин, как его зовут? А, Сергей Романович, можно. Он ушел из кино, он начал с Ералаши, он с массой фильмов, в фильме сериал Чернобыль снялся. Мой любимый актер еще с Ералаши, я его так любила, обожала. И после того, как он увидел на его на острове, боже мой, это вообще, он мне взорвал мост, потому что он действительно, это одна из сильных личностей, которую я вообще только видела. И Сергей Косенко никогда не раз, этот блогер, бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле. И когда на острове я его увидела, он вообще другой. Другой. Все, что он пока, вот все, что это не тот. Вот на острове он был сам собой, он такой сильный, он такой умный, он такой моральный, просто я восхищена. Это просто пипец. Но я на него такие взгляды смотрела, наверное. Наделяла, да? Там все мужики были просто как на подбор, настолько вот прям красавцы, любящие жизнь, настолько ценящие, настолько это, и девчонки, я не знаю, это было время просто охренеть. Если вы хотите реально сильных трансформаций, идите в свою зону комфорта, дайте себе пилот, просто ну реально мы гнием в своем комфорте, когда мы сидим вот просто в своем полконе, в комфорте, нам вот хорошо, шаг влево, шаг вправо, там страшно, а что будет там? Идите в голову, это ну реально встряхнет вас. А то мы знаем, что там плохо, там страшно, там нас обидят, там плохо. Мы уже знаем. Сидим за консервированием. А потом он, блин, когда ты выходишь, идешь делать все, что ты хочешь. Так, Нелли, то есть получается, если я хочу встретить мужчину своей мечты, я пишу желание сначала, да, что я хочу. Записала кучу желаний своих. Потом пошла в свои страхи, пошла в дискомфорт конкретный. То, что где-то я знаю, что будет очень страшно, то точно мне нужно туда идти. То есть, например, я живу в Геленджике, мне хочется чего-то другого. Надо ехать просто, брать сумочку небольшую, ехать в другой город, я не знаю как, автостопом, там еще что-то. То, что делать как-то по-новому и то, что я вообще не делала. И там давать себе чувства тех, которые я себе не давала, то есть вот этот вот спектр чувств и эмоций, да, которые я получу в этот момент, они мне как раз позволят и, ну, так скажем, склопнуться либо каким-то шаблоном, либо исполниться желанием, да, либо какой-то еще импульс будет, не знаю. Что-то из этой серии. Да, и из этой серии со всех сторон можно подходить. Для чего мне мужик? Я хочу спрятаться за ним, чтобы он меня обеспечивал? Ну, тогда хер ты такого мужика. Не, ну, ты, может, и найдешь, но как бы ты очень быстро будешь в дискомфорте в таком и будешь мечтать, ну, как бы с него слезть и избавиться от этого. Если ты хочешь действительно отношений и любви, тогда мы идем в дискомфорт и вытаскиваем из себя, это можно сделать, подыгрывая вот этими внешними событиями. Вот эта вот мишура, отрибинка, все вот эти, они помогают нам вытащить из себя вот эти страхи, вытащить, что мы боимся, определения какие-то вот эти вот, и пойти потрогать их, декорации. Пощупать, да, да, да. Пощупать. Конечно же, я хотела мужика для чего, блин? Чтобы внутри заполнить ту пустоту, которая во мне была. Ну, блин, мне нужно это не заполнить. И пока я не поняла то, что нужно любить себя, обращать на себя внимание, и что все, что во мне, это всего лишь... Проекция, да? Да, оно помогает мне ощутить это внутри, помогает, но не заменяет. Мы хотим это внешне заменить, а нужно просто увидеть в этом, как помощник, как декорация в то время. Это не моя, она мне подсказывает, мне дает подсказки, да, то, что я хочу. Я когда еду на машине, там Оля меня возит на Порше свою. Ну, я испытываю, ну, такие эмоции. Я понимаю, что это просто декорации. И я пока там, я наслаждаюсь этим. Я знаю, что завтра этого Порше у меня не будет. А может, и я не знаю. А может, и не будет. Я наполняюсь в монете. То есть я понимаю, надо жить вот как последний день. Как будто сегодня последний день. Вот так надо жить. И делать все, что ты хочешь. И вот эти события, когда ты делаешь, что ты хочешь, да, они же тебя и приводят к твоим желаниям. То есть наполняют меня, да, получается, радостью, там, вот, чувствами какими-то, да, которые я хочу. Некоторые события и слить, не наполнить. Может, вам это депутат. Ну, да. Это событие, оно и нужно специально, чтобы дойти до своего желания. Мы на своей дорожке можем что угодно встретить. Главное, не уходить. То есть мы идем по импульсу, куда несет. То есть вот это есть, быть в потоке, не сопротивляться. Тиндер скачался, там, то, то. Мы все время себе подкидываем все вот эти знаки, направления, курсы, куда идти, а мы их игнорируем. То есть я стрелочками себе показываю, куда нам идти. Иди вот свой страх, иди свой дискомфорт, там, вытащи вот это, а побудь вот бомжом. Да пообщайся ты просто с бомжом, посмотри, какой там человек внутри, что ты внешнюю картинку-то судишь. Посмотри, какой там внутри, и тебе тоже внутри хорошо. Кстати, заполни себя этим чувством. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, как бы, господи, что за это? Слова. Анелли, скажи, вот ты как раз же у тебя недавно был курс, да, про чувствование. Это вот про это, то есть дать себе чувствование, дать те чувства, которые ты считаешь в недостатке, или хочешь получить от кого-то, да, то есть от мужа, там, от мамы, там, и так далее. Это, знаешь, для чего? Ну, как бы, те желания, которые нам нужны, по идее, умом придуманные образы, да, это желания, которые нам не хватает. Но нам не нужно брать желание, распаковывать чувства и идти давать. Зачем? В каждый момент времени мы испытываем то, что испытываем. Просто каждый момент времени давать себе то, что мы сейчас хотим испытывать, а не специально, искусственно, придумывая из того желания, дать эти чувства, ну, выдергивать. То есть это необязательный атрибут, но если вы прям так хотите, сделайте это. Но это необязательно, потому что подменяя вот этими чувствами, которые скрываются там за желаниями, которые вы сейчас воспроизводите, да, вы выбираете те чувства, которые на этом месте должны были быть здесь сейчас. А, угу. Поняла, да? Угу, угу, поняла. То есть я... Это необязательные атрибуты, это просто так попробовать, и вот так попробовать, и вот так попробовать. Я думаю, что новая схема теории и всякое говно, и завтра это уже забываю, не помню, я иду много задумываю. Да, Нелли, я не успеваю за тобой. Я думаю, боже мой, я только что тебя видела одну, ты говорила одно, потом я слышу другое, даже в одном и том же эфире. Потом я смотрю новый эфир, ты ещё какую-то информацию дай, ну, господи, боже мой, какое расширение. Так, 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 подожди, Нелли, подожди. Информация бесконечно приходит только к тому, ну, то есть новый вдох, когда мы, ну, отстава, выдоха. Да, 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 да. То есть информация пришла, что-то не удержаться, проверять её, она в моменте проверена на опыте уже. Всё. Она пришла, ты её уже проанализировала, прокрутила, уже там схемы составила, ты в голове там калькулятор включился, ты в такой мутки замутил, всё, забыли. Как бы, где можно позвать, зачем нам удержаться на всё это? Да, 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 да. Да, мне очень понравилось. На плане отношений, да, что мне нужно отношений, только подсказка, что сейчас тебе не хватает. Ну, не отношений ты хочешь на самом деле, да? Ну, да. Пустоту запомнить, тебе вот этих чувств не хватает, ты в себе это подавил. Разреши себе чувствовать в моменте всё, и тогда уже этот будет поток автоматический, тебе не придётся вообще использовать никакие техники, что-то желать там, да? Оно, вот ты пожелала, но есть, ты пожелала, но есть, ты пожелала, и есть. Всё, вот. Это просто проживать, давать себе всем чувства. Подумай. Хочешь по импульсу, то попробуй, хочешь, то попробуй. Какая разница, ты там подумаешь. Правильно? Ну да, да. Если взять из того, что я только есть, и всё остальное Микки Маусы, в принципе, что там, нет никакого стыда, нет никакого страха. Если только цепляешься за знания, конечно, вот они и страхи, вот он и стыд, вот оно и всё полезло. А если из импульса исходить, то есть нет момента подумать, и ты делаешь, то там да. Да. А скажи вот о твоём курсе «Телепатия». Вот там же как раз не продумать, да? Там вот про что? Продумать вообще, как только включаешь, ну всё, ты с потока уходишь. Он нам нужен потом для расшифровки информации, которую ты считал. На курсе, ну сейчас как раз тоже в эфире рассказывала, на курсе мы подстраиваемся, делаем настройку на человека, на его уровень вибраций, понимая одновременно, что он – это он, это не ты. Там две разные клеточки одного тела, и тело – это ты. Хопец. Одновременно и ты, и не ты, держать в фокусе внимания то, что он – это не я, я – это не он. Я надержу в фокусе внимания, потому что он – это другая клетка. Я в скафандре – одна клетка, другой человек – это другая клетка. Но у нас есть общий коллективный разум, двух, у нас есть общее. Я не есть тело. Я есть намного больше нечто бесконечное. И мы являемся одним телом, то есть как рука и нога, там один глаз – другой, одна волосина, вторая волосина. Да-да-да. Я говорю, мы две разные волосины, но мы находимся на одном теле. И когда ты понимаешь, что вы – одно единое целое, вы связаны телом, у вас есть часть, вы – одно единое целое, но при этом он – другой. Когда ты научишься держать фокус на нём и на себе, ты знаешь, какие чувства в себе испытываешь. Когда настраиваешься на него, ты уже начинаешь испытывать его чувства. Делаешь ещё проверки, а это его чувства или мне. Тебе было очень холодно, но ты чувствуешь одновременно жар. Это там нужно поучиться, потому что осознать, ему холодно или ему жарко, или это тебе холодно или жарко. Ну, как бы здесь очень тонко играть. Играть, то есть когда ты делаешь на него настройку, прям вот было очень холодно, но у тебя жарится. И ты понимаешь, что жар у него, это у него там температура, это там у меня мама заболела, это её, прям чувствуешь. При этом ты находишься в осознанном состоянии, и тебе это холодно. И ты держишь настройку на него, ты на него настраиваешься. И дальше уже идёт там считка, но считывание информации на самом деле одновременно происходит через каждого человека, потоком мы постоянно информационно, друг друга считываем, но мы никогда не держали на этот токус внимания и никогда не расшифровывали. Ну да. Вот когда ты опускаешься на уровень его вибрации, на уровень этой части тела, своего общего, коллективного, ты считываешь его, а потом идёт расшифровка. Расшифровке тоже надо как-то научиться. Потом есть ещё этап, что когда ты это расшифровал, ты можешь его поднять на свой уровень вибрации и передать ему информацию. То есть не просто считать, что прошлое, будущее, кто там думает или где он находится, в чём объект. А можешь ещё и передать ему информацию, он и поймёт, и позвонит тебе и скажет, что он на такое сказал. Мы это всё практикуем. Это очень прикольно, круто, интересно. Так, что-то за... У меня Юля там у тебя как раз на курсе, Юля Каранчинцева, у неё там прям вообще, она говорит, это просто что-то бомбическое. Она там, я говорю, блин, она так мотивирует своими вот этими инсайтами. Она ей ничего не рассказывает, но при этом она говорит просто, мы там за 4, за 5 дней... ...только телепатически может передать, но она не может... Вообще! ...потому что мы на курсе не общаемся. Там нету информации, которую бы взял и выложил в доступ, да? Там нету информации, которую бы ты взял и, ну, там, загнал на сплатину или там продал авторебинар, там сделал. Там нету ни видео, ни текста, нету вот этих заданий, ничего нету. У нас идёт информационный поток... Круто. Без слов, короче. Поэтому это, ну... Вообще! ...не объяснить. Мы настраиваемся друг на дружку. Первые 3 дня они считывали меня, всё рассказывали, всё показывали, а я напечатаю сообщение, что я им передаю. Первый день я говорю, так, ребят, на 30 минут закрываем глаза, идите там в тёмное помещение, сядьте, ляжьте, стойте, качайтесь, там делайте что хотите, короче, чувствуете, что... Всё. Я в это время пишу всё, что я им передаю, а они потом рассказывают мне, а я им скидываю скрин со временем, что это было до, а не сейчас я придумала. И они читают, ахилевают. То есть так вот 3 дня они полосы... Я говорю, ну это вам я сейчас передаю, вы её получили, а теперь давайте пробовать, как вы без меня справитесь, и всё, и у народа пошло прям... Так вот, что я хотела сказать? А что я хотела сказать? Нелли, а это каждый может? Вот смотри, я попадаю, если у меня никаких способностей не было, я кажется, что я бесчувственная, ну мне вот так кажется, например, я вообще это могу делать? В теории да, но на практике не совсем. Ну, в теории да. Дело в том, что если ты... Ещё вот как раз мне говорили, почему у тебя такие дорогие курсы, там, так далее. У нас нет, если ты вот идёшь на уровне шаблонного такого мышления, я всё знаю, ну, в принципе нет, ну не получится, да, вот, а, мы с этого и начали, там, с эфилипатитом, я знаю, всё, не будет, не получится. А если ты ещё подавляешь себе куча чувств, такой эмоциональный робот, ты не можешь считывать чувства, если ты их в себе не чувствуешь, тебя должно расколбасить твою тему. Для этого ко мне приходят люди, у которых есть деньги. Во-первых, деньги это просто показатель внутренней наполненности. Если их нет, там, внутри нужно с собой разбираться. Люди, которые у них деньги, реально, они живут из изобилия, у них мышление другое, совершенно другое, им нужно, ну, хотя бы поправиться к этому, ну, подойти к этому мышлению. Какие-то другие курсы, там, длинных чеков прийти, или ещё какие-то, там, повышающие, там, консультации. Сначала надо научиться чувствовать своё тело, хотя бы, поздно ему, или жарко. Да-да-да-да. Люди даже это не чувствуют. Я говорю, закрой глаза, представь любую картинку, просто представь любую картинку. Не могу, чернота. Я говорю, ну как это, ну, придумай орла, летящего там на небе. Не могу, чернота. Ну, не могут картинку представить. Есть такие люди, я поражаюсь, мужики такие есть. Вот. У нас такая девушка пришла, но сейчас она уже потихоньку, потихоньку начинает куривать, и я так думаю, что, ну, со временем, если она начнёт тренироваться, ну, как бы, канал постоянно раскрываем, проще. А, вот что я хотела сказать. Блин, давай не будем рекламируйте эти курсы, Хрэйсни. А я хотела, знаешь, ещё... Ага. Да, пока не забыла, то я уже дважды хочу сказать. В эту тему нельзя идти на серьёзках. Ради этих курсов, ради там получить выгоду, ради... Короче, это только для игры, только для себя. Если ты идёшь с темой, я, ну, как бы, сразу разоблачаю его. Угу. С темой на этом, там, зарабатывать, там, какие-то мутки мутить, там, это нужно кому-то помочь. Всё, как бы. Бесполезно, да? У нас закрыт. Ну, лично ко мне я с такими работать не буду. Это только для себя, для игры, для познания себя, раскрыть себе Бога. Ты себя чувствуешь через весь мир, через каждый предмет ты можешь... Ты себя познаёшь, потому что ты познаёшь через другого, да, когда ты подключаешься, себя, целостность на себя собираешься, то есть вот это всё коллективное себя подвластно быть тебе, только потому что ты начинаешь видеть во всём себя. Но при этом ты держишь фокус, то что я за одна клетка, а он другой. Угу. Но ты познаёшь себя, имеется в виду не вот это тело, что свой ум-то познавать и свой опыт в теле. Ты тут уже всё познал. Мы себя познаём не через ум, кто я как человек, нет. Угу. Когда он познаёт себя, он на самом деле познаёт Бога в себе, а не эго своё. И вот этот курс поднимается именно на познание себя. Не на телепатию, чтобы я там телепатически ходил, там гипнотизировал. Да, человек, который обладает этими способностями, он может гипнотизировать человека, да. Он может сказать, он может сказать собаке, там, иди лапу, дай, ментально, он победёт, даст. Это опасная штука, на самом деле, давать им в руке к каким-то людям, которые хотят в этом выгоду. Я сразу раз подниму, кто приходит ко мне с этим, двочной кобыли, я сразу сказала, извини, я тебя не беру. Ну, я сразу понимаю, что он не для нашего качества. Вот. Это хотят, как бы, да, да. Да, я хотела спросить, а как у тебя возникла вообще идея вот провести такой курс, вот откуда это бах, такое пришло? Утром просыпаешься, и обычно читаешь конетки ночные или аудио, и там всё, и я сказала. И всё, всё просто. Да. Сегодня был сон, я как раз начала в прямом эфире, вот на второй час говорить в конце, блин, по-моему, он выключился, не успела. Давай, давай, давай. У меня был такой запрос, но он уже идёт, ну, есть второй, наверное, такой запрос, я даже вопросим, интересно, как жить бессмертно в теории, ну, мы уже говорим, по поводу напряжения, снять напряжение, клеткам для регенерации постоянно бесконечного, ну, жизнеспособности вот этого тела, нужно одно, чтобы ей не мешали, она уже знает. Ну, сон, пока. Вот, как ей не мешать, не мешаться, как не мешаться, не знать, я знаю всё там, своим умом. Вот, она уже это всё может, умеет расслабиться, как расслабиться, снять вот это напряжение, не знать, не указывать своему телу, когда ему спать, или нет. Я хожу, думаю, ну, как ещё, что необходимо, где, уже даже, шифтоген обнаружен, новая хромосома, которая отвечает за бесконечный, уже столько всего, но вот где, есть какой-то недостаточный пазл, которого вот не хватает, чтобы, ну, мы уже, я в этом вопросе, сегодня мне снится сон. Я прям во сне просыпаюсь, и говорю, так, Дэвид, ты пока во сне, а здесь коллективное сознание, шаблонную матру, твоей крипты не мешает, давай, задавай себе вопрос, я прям, как я себе это задаю. Вот, я жду, шевеляться от этого. Я задаю себе вопрос, как жить вечно? И такая, блин, Камиль, ты же знаешь. Короче, у меня появляется, что я из сна помню, такая шкала, на которой ползунок, и тут написано, ну, там, прошлое, будущее, там, молодой, старый, ну, ребёнок, начало жизни, конец жизни, да? Я начинаю вот так мне утвердить, и мою тело, то ребёнок, то старуха, то ребёнок, то старуха, начинаю, короче, куча людей вас к ней подходить и говорить на это, расскажи нам, расскажи нам. Я им, короче, рассказываю, 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 говорю, смотрите, штат клубки, берёшь этим позвонком, управляешь, и ты, короче, можешь регулировать, ну, там, свою старость, старение, более молодой, короче, можно не сказать, не умирать, вообще ничего не делать, и они такие опасные. собралась толпану, я не помню, по ощущению, человек как 5-10, ну, как толпан, пропишечка, вот, и у каждого вот этот толпанок, они крутят, вертят, и, короче, они все переигрывают, и, короче, оно вслетает то в жизнь, то в смерть, то в одну сторону, то в другую, они умирают, 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 падают, падают, умирают, падают, умирают, два-три человека осталось, я говорю, так, прекратите, и мы начали вместе рассуждать, вот, с оставшимися людьми, что, короче, это что-то связано, с чувствами, мы нашли ответ, я просто его забыла, блин, когда проснулась, блин, я его знала, но это что-то связано с чувствами, я вот помню, что мы начали с чувствами, такие, ну, да, ну, точно, и, короче, если ты, ну, короче, в них очень опасно играть, очень опасно, потому что ты, ну, можешь в мире, очень опасно, да, и, короче, вот этим управлять, это нужно, короче, что-то связано с тем, я буду дальше находиться, мне пришел ответ, мне это интересно, я утром проснулась, у меня волосы дыбом, полезла за ручкой, за блокнотом начала писать, и вот помню, вот только вот этот обрывок, который что-то рассказала, что там связано с, хоть зацепкой есть хотя бы. Чувства. Да. Но, А мне в... Ну, то, что с чувствами, я и так понимала это, потому что, ну, в последнее время про них и говорю, что он видит, во мне, и наше тело, это уплотненная форма наших чувств, не меньше, не больше, его нету, это иллюзия, мы трогаем, щупаем себя изнутри, звуки внутри головы, цвет внутри головы, люди внутри, все внутри там, во вне это просто киношка, голограмма, нету вообще ничего во вне, и, короче, и здесь, и вот это тело сложно видеть другим, все я не могу разобраться. Короче, сегодня пойду в сон, и посмотрим, смогу я там, опять, ну, или ты левшая, ты не, это зеркалит, это страшная, правая рука. Блин, а мне не дает покоя, когда ты сказала, что да, тоже мы просыпаемся вот в этом теле, здесь и сейчас, то есть я могу проснуться в теле старушки, например, да, то есть я что-то здесь наигралась, мне надоело или как-то еще, и могу осознать себя в разных телах, и мне эта версия прям не дает покоя, понимаешь, я прям понимаю, что я проснулась в таком офигенном теле, и что-то я еще недовольна бываю, понимаешь, то есть как так-то, блин. То есть самое интересное, что сейчас осознанно в теле старушки во всех вариантах всех людей проживаешь. Ты вообще капец. То есть я же везде, да, по идее, то есть я и в маленьком возрасте, то есть в принципе вот я на этой шкале, только я сейчас себя... Ты сейчас и старая, и молодая. Да, 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 просто я осознаю сейчас вот так себя, да, правильно? Да, и при чем ты осознаешь меня, я себя... Короче, ты сейчас осознаешь одновременно и в других вариантах, но именно в этой точке, вот в этой девятимиллиардной, миллионной, помноженной миллиардной секунды, ты переключаешься между ними. Слушай, ну я же могу и не переключаться, я же могу вот оставаться всегда здесь, если я осознала, что старости нет. Одновременно живешь. Одновременно. Ты сейчас одновременно всегда в одном. Ну что я не имею в виду, это статичная картинка статичная. Ну да. Блин. Вообще, взрыв мозга называется. Да. Анелли, скажи, пожалуйста, с чего нужно начать, вот если... Я просто хочу вернуться, я не задала тот вопрос про телепатию. Если я понимаю, что я ни хрена бесчувственная, все во мне подавлено, с чего мне нужно начать? Ну, то есть, с чего? У тебя же много разных курсов, да, там. А вот я хочу начать разбираться, начать чувствовать. У меня выходит для новичков на три недели. Я так думаю, что... Пишите мне в личку, какие бы курсы хотели бы пройти, я, может, что-нибудь еще прям там список составлю, по ссылке. Вот. Отставил рекламу. Просто попробуй хотя бы неделю прожить осознанно. Ну ты и так же это делаешь. Ну, видать, еще... Что такое осознанное? Это когда ты... Куда бы ты ни посмотрела, чем бы ты ни щупала, глазами, ушами, там, запах, обоняние, да, руками, чувством, глаза закрыла, не видишь это, но чувствуешь, ну, что оно есть. И наблюдаешь, что в это время в теле происходит. Вот. Вот оно что. Что вызывает волне сейчас эта кружка. Я всегда нахожусь одновременно, глядя на нее в себе. Тренироваться нужно постоянно. Дело в том, что это время, это надо накачать, наш ум уводит. У нас куча шаблонов, блоков, вот этих запазят. Особенно вот это «я знаю». Да. Вот сейчас начнем тренировать, ну, пройдет какое-то время, не знаю какое. Здесь и сейчас это будет, прям сейчас это уже происходит, ты уже год прожила, прям здесь сейчас, ты уже все знаешь, но ты хочешь этот путь прожить, он для чего тебе нам нужен. Мне прям хочется покайфовать, потому что счастье – это путь, а не конечная цель, да? Угу, угу. Тебе просто нравится этот путь. Тренируйся. Вообще классно, конечно. Я даже вот потренировалась, думаю, напишу тебе, хочу в эфир, хочу в эфир узнать, как все-таки было, как влюбиться в человека, да, вот. Я пост прочитала, я думаю, вообще очень классный пост. Я хоть и знала, да, какую-то информацию, но хотелось прям полностью вот окунуться в это опять, погрузиться и понять, что привело тебя, да, вот к твоему мужу, то есть как это все произошло. Отпустила. Всю какашку себе вытащила, то есть, ну, как бы, разрешила себе, все. И пошла все дискомфортные условия, какие можно только. И получила в них такой кайф, ну, то есть, как бы, я была наполнена. И мой фокус внимания без сопротивления. Я шла по дорожке. И пока я шла, я испытывала столько эмоций, блин, и не давила их себе. То есть, я испытывала. Да, 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 да. Все, у нас такой, пух, быстро. И там столько всего было, на самом деле, желаний, я уже не помню. Я этот список в каком-то эфире прямо оглашала. Я не помню, что там еще было. Ну, они такие, да, реально, жить в Москве. Да, у меня сразу с мужем... Мощные, да, такие. Ну, да, вот буквально там пару недель, да, у меня с мужем квартира в Москве. Я написала, да. Да, во Францию поехать, написала, да, в Корею поехать. Мы сразу же поженились, поехали в Корею. Познакомиться с актером кино корейским. Тут же там в отеле в Корее познакомилась с актером корейским, в котором я фильм смотрела. В Корее я с ним сериал-то, причем, смотрела там по серии как раз. И он тут, блин, я... Ну, то есть, все. Оно сразу случается, когда ты этого... Мало того, что, ну, не ждешь, оно тебе не надо. Хочешь для чего-то, и ты понимаешь, что это уже есть в тебе, вот это вот все. Ты идешь, живешь, и сейчас давай этим чувством быть. А мы себе дать. Да, то есть, самое первое, это не бояться своих желаний, да, то есть, в принципе, все себе разрешить и пожелать, что ты действительно хочешь пожелать, правильно? Правильно, неправильно, нет? Ну, да. Да, ограничивать. Многие, которые люди хотят квартиру, да, я хочу квартиру, и мечтают об однушке. При этом они хотят... Большую. Большую. Да. Дом. Они хотят... Там, я не знаю... Высотки, да, в Москвосе. Еще где-нибудь там... Лофт какой-нибудь классный, да. Но при этом они везде пишут и излучивают желание, хочу в однушке жить. Но не хочет их, душа там жить. Не даст она. А другое им страшно желать, а мало ли что. Позавидуют люди. Да, да. Херню какую-то придумали все. Позавидуют. Кто придумал, что они там делать будут? Тебе не все равно, что они там делать будут. Позавидуют. Ты, представляете, наделила всех людей и, блин, завидуют. Зачем ты это делать? Смотрела фильм «Неидеальный мужчина»? Да, да. Вообще. Там мне поплевалось весь фильм, потому что... Но в конце, вот эти последние пять минут просто взорвали в него мозг, и я решила, что, блин, это шедевр. Потому что он в конце сказал, сука, блин, что ты орешь? Я выполнил все твои желания. Я идеальный робот. Нету вам никакого бага. Ну нет. Это ты хотела, чтобы твоя подружка мунициативала. Потому что, блин, ты все время ждешь от мужчин, что они тебе изменят. Это ты ждешь. Ты заставила меня. Ты что из меня монстры сделала? Это ты хотела, чтобы мы прямо на свадьбе, и я стала другими флештовать. Потому что ты не уверена, сука, в себе. Это ты меня наделила. Это ты за меня придумала, чтобы все мужики корвы. Ты меня сделала этим корвом. Зачем? Зачем ты за меня придумала? И когда он это сказал, у меня прям вообще глаза вот такие, да ни хрена себе. Режиссер гений. Ну гений. Да, да. Я плевалась весь фильм, потому что он ненавижу такие, он неинтересный. Ну концовка, все. Вот только ради пяти минут концовки весь фильм это шедевр. Ты представляешь? Я вообще когда смотрела... Да, я смотрел этот фильм и тоже в самом конце думал, капец, да ну. То есть это все, что в моей жизни происходило, это я хотел, это мои желания. Я повторил сценарий, недаром показали все то же самое, когда у нее бывший то же самое сделал. Да, 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 да. Ты побей меня и так далее. Она просто живет один и тот же сценарий, потому что она решила, что мужики ей могут изменять, она не достаточно красивая, а подружка может увезти. Да и там она себя вообще ни хрена не любит. Вот просто не любит. Ну да, да, да. И вот давай перестань наделять уже мужиков непонятно чем, и будет тебе мужик. Я каждое утро сейчас наделяю всех мужчин другими качествами. Я все, я по-другому, я ничего не знаю и ничего хочу. Все родных, близких, вообще все по-другому сейчас, все по-другому. У меня и желание исполнить. Давай повторим. Не идеальный мужчина. Русский. Не идеальный мужчина. Да, там играет Горь Крит, главный ролик. Да, 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 да. Да, мне просто... Мне Крит никогда не нравился, но после просмотра этого фильма я подумала, блин, какой... Все по-другому. Да, да, да. Интересно. Очень являются, конечно, да. Поступок просто... Ну, это шикардос. Я не знаю, это что в голове вот этого чувака, и мне сразу хотелось написать сценарий, и я все эти три дня с волосами ему делал, я еще никак не могла сесть завтра, сяга, писать. Потому что, ну, все, это уже последняя критическая точка, которая произошла. Хватит придумать себе уловки, надо сесть писать. Ну, реально, потому что Блиновская сделала, Марафон желаний, фильм, ну, ты нереально крутой. Да, вот этот... Да, 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 да. Одно, то, что мир — это зеркало. Ты идешь по импульсу, оно все идеально. Все, что бы ты ни делал, все хорошо. Почему-то это хорошо. Все, почему-то хорошо. Оно все приводит тебя неизбежно к лучшему. Каждое событие, какое бы... Как бы ты его не наделила, плохим или хорошим, нет ни того, ни того. Оно нейтрально, оно просто есть. Оно просто событие, оно просто тебе нужно для чего-то. Это такое, чтобы время идти дальше. Вообще круто. Ты не нашла, почему ты не хочешь сейчас быть рядом у фильма? Я нашла. У меня куча выгод вообще. Прям куча выгод. Ужас какой-то. Я сейчас с этими... Еще даже разбираюсь. Думаю, да я ж поняла, я ж не хочу, мне ж никто не нужен пока сейчас. Короче, давай делаем так. Завтра у меня прямой эфир в 21.30 с диджеем нашим любимым. О, круто. Да, я тоже буду у него, а у меня в аккаунте окошечко закрутится. Ну, что я в прямом эфире, я потом на YouTube выложу, как и твой сейчас. Вот, можно, да? Да, 30 секундочек осталось. Вот, давай, завтра с тобой в 19 часов подготовь все вопросы, разберем тебя с твоими проблемами мужиком в прямом эфире. Сделаем работу, как она происходит, этот тест за бабки. Окей. Вообще круто, спасибо большое, Нелли. Я тебя люблю, обнимаю, целую. Эфирчик сохраню. Да. Всё, пока всем. Спасибо большое, что были в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.